Всем салям, друзья! С вами Даник. Каждый день в Москве на работу выходят десятки тысяч таксистов и доставщиков. Вы вызываете их в приложение, садитесь в машину, 30 минут едете, куда вам нужно, выходите из нее и навсегда забываете об этой поездке. Но вы задумывались, что за этим стоит? Большинство этих людей приехали из соседних стран, чтобы заработать деньги и отправить их своим семьям. Многие из них ночуют, живут и питаются в этих машинах. Сегодня я постараюсь примерить на себя их роль на 24 часа. Трейлер! 24 часа в самой аварийной машине России. Давай. Возможно? Мы едем просто действительно на куске говна. Ну вот, чтобы вы понимали, как вообще вид от первого лица выглядит. Вот это на крыше выглядит вот так. Ну там проблемы небольшие возникли. Просто сумасшедшие придурки. Ну как же я их люблю, а? Ты с нами? Я с вами. Гонщики не гонят, они гоняют, но не загоняют. Ой. Ну что, я вам, во-первых, хочу сказать, что за камеру вернулся Денчик. Привет. Вы скучали, я видел комментарии под последним роликом, как вам не хватало Денчиков. Мне, если честно, тоже. Но билеты в Казахстан дорогие. Вот. Не знаю почему, но мне реально очень понравился Вовчик. Ну типа, причем Денчик и Вовчик. Да-да, Вовчик, Денчик. Это моя копия из Казахстана. Азиатская. Азиатская. Кстати, многие подумали, что он казах, а он на самом деле кореец. Короче, во-вторых, вы, наверное, уже забыли, что я говорю, во-первых. Во-вторых, Денчик сегодня подготовил нам какую-то машину. И когда он пришел вчера в офис, я такой, типа, чувак, я такую тачку нашел. Вот одним словом опиши ее. Ну, она связана с конкретным человеком, скажем так. Одно слово прям, Ден. Никитос. Сегодня в ролике будет сниматься Никитос. Вы его прекрасно знаете по моим роликам, где в бассейне мы были, из Круга вылезали. Где он снимался, по-моему? Ну да, у него свой канал, как минимум. Там, я думаю, он точно снимался. Там его было много. Да. Она хоть едет? Не прикидывай, что вот тачка, которая не едет. Ну, хоть. Хоть идеально подходит. Просто хоть. Ты простил самую маленькую тачку. Я бы мог бы взять Smart. Но Smart был у всех везде. И он просто едет, и с ним всегда все хорошо, понимаешь? Ага. А мы-то закаленные пацаны, правильно? Он еще так стоит круто, как будто он там Порш, минимум Порш стоит. Какой он крутой. Гонщики не гонят, а не гоняют. Что это за? Но не загоняются. Это шиномонтаж, мойка выбирать. Что тебе больше нравится? Я кажется, идеально подходит. Ну, для нашей задачи. Естественно, у нас, друзья, сегодня полуавтоконтент. И как я не мог позвать на такую движуху Никитос? Обеспечим вас контентом. Подписывайтесь на его канал внизу в описании. Было бы неплохо. Чуваки творят какую-то лютую жесть. Тысяча километров вышла, любимая рубрика подписчиков. Я сам-то не смотрел. Твои предположения? Из чего сделан пол? Готов поспорить на миллион долларов, что не угадаешь? Ну, отвечу как сударь из Доширака. Нет. Из номеров. Погоди, а больше ничего нет? Чисто номера? Реально? Реально. И разварочки вот стоят, типа стиль считается. Вот небольшие трещины в колесах есть. Разварочки для не знающих, как меня. Расскажи, что это? Вот, типа, когда штамповку берут, самый дешевый диск. Их несколько штук берут, разрезают, вместе сваривают. И получается такая херня, типа, полка большая. Это круто считается. А, это круто? То есть это машина крутая? В некотором роде, да. Есть вместительный багажник. Денчик. Денчик поедет в него. Денчик. Ребят, если что, Денчик, у тебя корос примерно? Метр восемьдесят пять. Он будет сидеть здесь. Ты скажи, она едет вообще? Она летает, как пулемет просто. С ней ничего не произойдет по дороге? Не, ну за это не могу. Гарантировать, но завести могу. Так, а почему-то написано, что она на монтаж. Я не знаю, я только купил ее. За сколько ты ее купил? 15 тысяч рублей. Блин, так что заводилось? О! Ты так сильно не газуй, нам еще сегодня весь день на ней ездишь. Она нормально вообще, ну прет как надо. Ой, ну что, ребят, мы сегодня постараемся поработать, собственно говоря, и таксистами, и доставщиками. Будем звонить ребятам, нашим друзьям. Может быть, кому-то что-то нужно, и постараемся им это доставить. Таксистами? Представь, представь. Давай суперстанцы подведем еще. Это машина? Нет, представь, реально, мы с тобой втроем сидим в машине и таксуем. Куда человек просто сядет? Давай. Всего хорошего. Давай, Дэн. Он в лес. Он в лес нормальный. По-моему, с Диманом на заброшках полегче, чем здесь. А знаешь, что я понял? Что? Что он пол немножко провалился. Ну а ты как хотел? Ну что, вы понимаете, что вот с момента, как мы садимся, мы с тобой вдвоем, мы 24 часа не вылазим из него. Слушай, я уже делал подобные челленджи, мы по МКАДу 24 часа катались, не выходя из машины, там, на Хаммере с Васей, но в Баке такого еще не было, так скажем. Это будет посложнее. Ну садимся, что, Дэнчик? Я вас... Она тебя сожрет? Смотри, я в инвалидке ехал, так же удобный способ, вот так вот делаешь? Ну давай, попробуем, закрывай. Ну в целом, ой, это подлокотник. Так, ну на самом деле у меня здесь места много, я могу даже чуть подвинуться, Дэнчик. Да? Но я этого делать не буду. Вот так норм? Да. О, нифига. Ну, кстати, ничего не поменялось. По-моему, причем у тебя меньше места, а там так и осталось, как было. Это удивительная машина. Так, пацаны, вопрос. Кондиционер, ну... Кто? Кто? Без смысла. Можешь обратить внимание, что стекло даже заклеено, потому что оно выпадает вниз, чтобы оно не разбилось. А может быть нужно было взять из Марта. Так, ну что, кто у нас любит поесть? Я думаю, Стасу надо набрать. У Стаса максимально с этой машиной ассоциируется. Согласен. Привет, Стасик. Здорово. Слушай, мы тут это, ролик снимаем 24 часа в у***чной машине, в самой маленькой. Так, а что б меня? Хотите, чтобы я был четвертым? Слушай, мы ходим... Нет, это то ты только на крышу знаешь, и то тебе привязать придется. Мы тут как бы примеряем роль на себя доставщиков. Может быть тебе что-то нужно привезти? Давай 100 пицц, 100 пицц. Без обид просто не вариант. Вообще без вариантов, Стас. Давайте 100 кофе. 100? 100. Да вами согласен, только тебе придется при нас их все выпить, чтобы не зря это было. Хорошо, я выпью их жопой. Договорились. Все, 100 кофе, скоро будут у тебя. Спасибо, но если вариант с пиццами есть, можем одну пригласить. Хватит болтать, давайте кофе заварим. Давай, давай. Господи, мне немного стыдно. А, там еще арочки трут немножко. Потому что я сижу. Стойте, то есть сейчас какая-то часть машины касается асфальта? Не асфальта, а колеса. Отлично, отлично. Есть шанс, что у нас колесо взорвется в какой-то момент. Блин, вообще кайф, мне нравится, как спокойно ты об этом говоришь, Никитоза. Вот видно, человек опытный уже. Настрадался. Настрадамус. Так, стойте. 100 кофе. Да, я, кстати, опустил этот момент, то есть я еду, ну да, едем забирать 100 кофе на оке. А куда? А ты нереально? А ты, ну серьезно, как тебе поставишь 100 кофе? Ну, хотя бы 20 я. Слушай, может мы купим 100 кофе, перельем их в большую 19-литровую бутыль? Даже ее мы никуда не положим. Так, чуваки. Собственно, они не шутили. Пол сделан из номеров, потому что отсюда я вижу асфальт. Видите, ребят? Слушай, Никитон, скажи, а здесь есть страховка? Ну иконки где-то были вроде. Ладно, а сколько на такую машину будет стоить страховка? На самом деле, как бы это не было смешно, дороже, чем сама машина. Причем даже ОСАГО, Никаска, реально говорю. Я уверен, ребят, что вы слышите звук, который с правой стороны машины. Это Дэн задевает жопой с асфальт. Ребят, ну нам, естественно, нужно сделать красивые подсъемы машины, как она едет. Дэнчик, вылезай. Это ты над собой посмейся, а как он вылезать-то будет, ты помнишь вообще? А я на тебя тогда залезу. Ну давай. Ну смотри, нащупай писюнчик. В смысле, не мой, он справа на сиденье. Да, и меня зажми прям. Давай. Ты ногой? Давай я держу. Блин, сорян, чувак, ну это единственный был выход. Нормально, ну не так резко. Ну что, друзья, мы приехали во вкусная точка, чтобы проверить стикер мани... Ой, погоди, это не тот ролик. Друзья, как вы знаете, я принимал участие в ролике Димы Масленникова стикер мани от вкусная точка. Очень много всего не вышло в основном выпуске именно из Архангельска. В моем телеграм-канале вы найдете все неизданное. Подписывайтесь. А мы продолжаем. Здрасте. Ой. Здрасте. Я тут об вашу стойку зафиксирую с дверью, у меня не работает ручник. Что, не работает? Ничего, все хорошо. Слушайте, а у нас заказ немного необычный, нам нужно 100 кофе. Получится сделать? Что измельчить сделать? Ну, 100 чашек кофе. Ну, не чашек, чего там, стаканчиков. Кофе какое? Капучино, лотер-американ. Капучино. 0,3, 0,4. 0,3, 0,3. А 0,2 есть? Есть, 0,2, есть, 0,3. Давайте 0,2. Он же не уточнял. Вы поняли, да, что нужно 100 штук кофе? Подойдите, я не поняла. Что 100 штук? Кофе? Кофе 100 штук? Да, да. Кофе, да. Это вам придется очень долго ждать. У нас одна ползинга, две ползинга машинки. Придется подождать. Скажите, вы в х***ах. Ну, я удивлена. Стой, стой, стой. Ты чуть не убил, Дэнчика. В теории вот так вот берем и вот так вот сюда их клеим, как-то я не знаю, а как еще это? Ну, сколько это в салон влезет по-любому? Ну, сколько это не влезет? Я думаю, надо большую часть все-таки наверх ставить. Дикий Даник, красный. Да, привет. Я вас смотрю. Супер. Круто. А мы вас смотрим. Спасибо. А долго будет кофе готовиться? Ну, это маленькая капучина, маленькая капучина быстро наливается, поэтому поставим сюда. Быстро, да? Да. То есть, ну, минут 30? Да. А стикер-мания еще и действует? Нет. Да, ну, как он сейчас. Черт! Да. Давайте посмотрим, что происходит. В самом Макдональдсе сейчас за нас. Даник, ну какого хрена? Мы опять сломали Мак. Реально, там очень много людей. Там люди ругаются, типа, спрашивают, что за херня. Мы извиняемся перед каждым, кто сейчас пришел во вкусные точки. Ну, Стас у нас захотел. Да. Мы, кстати, вообще ни при чем все претензии к Стасу. Да, кстати. Честно перекинули. Все, спасибо большое. Это все, да? Нет. Это только 72. Ой, пол провалился. Пол провалился? Да. Подпни его ногой снизу, чтобы он не шоркал. А, подожди, это сливное отверстие. Все нормально. Да, ну тогда ладно. Во-первых, давайте сразу скажем, что стаканчики в цвет, то есть сочетаются фиолетовый с оранжевым. Это я вам говорю как модельер. Слушай, я не уверен, но по-моему, в цвет, значит, такого же цвета нет. Скажи что-нибудь по-модельерски. Модельер. Порог упал, чуваки. Он просто упал. О, хорошо, что вы вспомнили. Да, чувак, это все отслеет. Все. Ну, все. А давай скотчем. Оторви его просто. Да, давай оторвем. Хорошо, блин, хорошо. Мы едем просто действительно на куске говна. Да может и эту откроешь? Ой. Что там? Вы мне машину сломали? Ай-яй-яй. Ты ни на чем не держишься. Реально просто сейчас сиденье не может упасть. Серьезно. Чуваки, это полная жесть. О, смотри. Я внедрил внутрь. Давай, Никита, давай. Блин, вот эти вообще надежно. Чуваки, у вас уже кофе потекло. Где? У вас затекает прям за торпеду. Ой, 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 ой. А, ну капать какие-то уже в ногу. Ну, а это из такого? Это на голову. Вот, излево, вот, отсюда прямо. Ну все, значит, мы просто устраняем утечку и все. Ну, у нас еще отличные дырки из маффана торчат. Ну все. И вот эти точно доедут, я прям чувствую. Все нормально. Какое-то ненормально. Зачем они два просто сзади вот так вот лежат? Можно еще четыре поставить. Вот. Все. Ну, тогда эти можно поставить. Ой, ой, провелось, провелось. Ну, вот, чтобы вы понимали, как вообще вид от первого лица выглядит. Напоминаю, что у нас еще вот это на крыше выглядит вот так. Еще время закрывать дверь. Вообще, ну чуть-чуть пузырь какую-нибудь полезли, так-то вообще нормально. Чувак, ну если мы доедем, ничего не зацеливаем. Я думал, будет хуже, если честно. Ну да. Я думаю, что мы прям полностью заставили. Ну, слушай, ты сто штук как бы. Еще возьмем? Может, ты кому-нибудь чувствуешь, друзья, и позвонишь? Не, ну, на самом деле было гениальное решение с крышей. Да, так бы мы там не влезли. Так, смотри, я сейчас со всей силы закрою дверь. Хочешь, я с ноги закрою? А ты запишешь реакцию. Давай. Как горячо. Они все открылись, блядь, заединой. У тебя на очке кофе. Как горячо. Что там? Он тебя трогает? Все, мне, честно, уже похуй поехали. Можем, кстати, включить печку, чтобы подогревался кофе. Настоящий доставщик, который отдают своему делу полностью. Ну что, чуваки, мы взяли кофе примерно в половину стоимость этой машины. Кстати, да. Слушай, ну блогерская работа удивительная, если честно. Да, я вот люблю свою жизнь за этим. Потому что когда обычный человек в такой ситуации окажется, вот что должно произойти? Типа такой звонишь утром своему корешу, он такой, бро, возьми кофе по дороге в Маке, пожалуйста. Да, да, без проблем. Сто. Потери невелики, будем честны, нормально. Ну куда ты, тупая ты женщина? Я весь сходил. Она вот, то есть, когда машину вот с этим на крыше увидела, она такая, ну ладно, ничего страшного. Нормальные чуваки. Просто кофе воняет, капец. Тихо, 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 ну поворот же, да, ничего. Ой. Не, ну почти в сохранности, я думаю, почти в сохранности. У нас запас хороший по кофе. Смотри, как смешно капает, а то такое, что из баточка. Смотри, капает сверху. Ой-ой-ой. Сверху, сверху. Разлилось? Сверху. От вас, во-первых, много течет просто, так? Сверху. Ну, кстати, сверху немного. Сверху. Ну там проблемы небольшие возникли, да? Какие небольшие? И кто, какая-то проблема? Не знаю, работает дворник? О, бля. Но здесь вода. У нас кофе есть. Может, еще кофе налить сюда лучше станет? Давай попробуем. О, слышь, получше, получше. Смотри, на дырчик он ба. Ну, не видно ничего, что делать? Стас, мы... Ну, это была экстренная мера, прости. Ну, слушай, сейчас хотя бы что-то видно стало. Ну, что могу сказать? Самая крепкая конструкция пока на крыше. Пролилось только одно кофе, и то не полностью. Все, все отлично. И... Вы доехали, вы красавчики. Вы в дерьме все. Просто в лютом дерьмище. Твою мать! Что это? Что это такое? Доставка доставлена. Это... Ну, для тебя это самокат. Чувак, эта машина стоит в два раза больше, чем я за кофе заплатил. А сколько за кофе? 7,5 тысяч? 7,5. Бро, это что за пи***? Давай честно признаемся, не все стаканчики мы довезли. Мне нравится, что Стас боится близко подходить. Да, да, да. Возможно? Возможно? Блин! Ужать! Хук, ну это лучше, чем ты сесть. Я думал, ты сесть хочешь. Теперь ты пахнешь как латте. А, ты латте просил? Блин, мы поехали, давай. Мы поехали. А в Американу жали? Капучино. А я же говорю, латте. Не пью капучино. А вот все на монтаж, мойка. Но это криминальное прошлое. Нет, это наша следующая остановка. Вот, смотри, это целенькая. Давай, все, спасибо. Вы будете кофе забирать? Да нет. Спасибо. Я так и знал, что можно было один купить. Ну, давай этот, полицейский разворот и увлечить. О, а у меня надежно. Желаю вам счастья, здоровья и больше в этом проявлении не поверите. Давай, блин, давай. Чуваки уже забыли. Не перед, не за. Да, если честно, мы выкинули все кофе. Очень стыдно, знаете, раздавать его, потому что там половина разлилось, половина остыла. Половина с ржавчиной плавающей. Да, так что не думайте, что мы такие зажавшиеся ублюдки, которые выкинули кофе. Что с ним еще делать? Едем теперь на мойку. Это будет весело. Так, стой, а как мы достанем? Блин. О! Ты же не заплатил. Ты точно так же подъехал? Дай, дай. Как дай? Сейчас я подъеду, подъеду. Доставай. Как вы будете быть? Подожди. Тебе надо нажать, Пикю. Куда? На пистолет. Какие звуки, блядь. Уходи. Уходи. Я удержался и не выпал. Ты это видел? Я это видел, я это заснял. Кроссовок обдай, брат. Еще вот этот. Чутка кроссовок еще, брат. Спасибо. Все, отъебись. Это пиздец. Есть в воде, у меня камера в воде. Ну, ты реально сделал это. Остается только сделать шиномонтаж, и вы оправдываете свое название. Ну, не поспоришь, да. Чувак, смотри, как чисто стало. Мы сама чистота просто. Не, реально, теперь вам намного комфортнее ехать? Конечно. Да. Есть тряпка. Я просто включил дворник и вот это увидел. Сойдет. Я чуть промазал. Ты видел, у тебя тут несколько какой-то. Ой, е-е-е. За сколько выпьешь? Ну, думаю, за секунд пять. Так, ну что, машинку помыли, все хорошо у нас. Мне кажется, это Акача никогда не была такой чистой. Вообще, в принципе, даже с завода, блин. Я думаю, мало кто, в принципе, керхером мыл машину изнутри. Не хочется об этом говорить, но это я уже делал. Это... Это дверь закрыта. Я не знаю, ты меня, может, хотел удивить, но я вот сейчас зрителям тоже покажу, с моей стороны, как бы, как это выглядит. Поэтому, как бы, не удивил. Блядь. 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 Все, ты Финнстон. Давай мы сейчас наберем сударю. Алле. Здорово, бро. Тебе очень херово сейчас. Салам, брач. Чуть как-то у меня раскрыли, он нахрен. Ну ладно, давай мы тебя тогда не будем трогать. Я просто ролик снимал, думал, тебе какую-то доставку нужно привезти. Я 24 часа живу в машине. Ничего себе. А может быть и надо. Лекарства? Привези мне, пожалуйста, миллион долларов. Давай, сударь, лечись, короче. Давай, родной, спасибо, рад услышать. Давай, на связи, на связи. Может, сударь, порадуем как-нибудь? Ну, типа... Нет. Что может добраться до него? Подняться вверх могут шарики. Он обрадуется шариком. В теории мы можем на ОКЕ заехать в лифт, если он грузовой. Я был, я был у него, я был у него, там лифт точно не... Да и вообще, что же мы даже рассуждаем на эту тему? Ну, давайте попробуем шарики. Что, другое я ничего не вижу. Так, мы нашли в интернете, недалеко от той мойки, в которой мы помыли машину, шарики. Но вот пока что-то особо не похоже, что здесь... Я видел надпись металлолом. Ну, вот как раз после шариков. О! Почему это так охрененно выглядит? Он просто посреди ничего просто возник. Здрасте, я Даник. Тот есть небольшой сюрприз. Мадефака. Смотри, чувак. Что? Офигеть, чуваки! Вот это подгон! Мне нравится, что вы просто решили на мою ОКУ наклеить слово Даник. Вообще без вопросов. Нет, самое главное, что Даник... Я не против. А как это вообще в машину может залезть? Ну, сейчас проверим. Это как с кофе, брат. Монтаж открыли, да? Да, да, да. Смотри, давай логически. Через багажник они не влезут физически. Не, мы можем опустить сиденье. Они все полопаются, мне кажется. И все просто взорвутся. Вот так другое дело. Ты не поедешь? Никита, мы ехать так сможем? Да сможем, что нет-то? Все, 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 достаточно, бро. Ребят, у нас получается все шарики не вместились. Мы постараемся привязать сейчас крыши. Все-таки с кофе у нас сегодня получилось. Почему с шарами не получится? Ай-яй-яй-яй-яй. 24 часа в самой аварийной машине России. Да не самая. На самый я ехал в прошлом ролике. Прекомендуйте на канал. Опять же, вы знаете, где это найти. А сколько вот будет вставок? Я не знаю. Женя не вставил ни одной. Пошел нахер. Изоблюрию маенцой везде. А что так можно было, что ли? Пока судя по тому, что я вижу, сейчас шанс, что они улетят примерно 100%. Примерно 100%. Такое ощущение, что мы решили судою подарить эту машину. Бант, бан, надо было еще взять. Тут еще написано Даник Лига. Блин, спасибо, кстати, большое за надпись. Вообще, спасибо вам, что вы с нами возитесь. Все, спасибо, счастливо. Так, ну что, я понял, что безопасность потихонечку уходит из этой машины. Зато, знаешь, как удобно под съемы делать, Денчик. Ну-ка, подсними меня. Всем привет, ребят. Подписываемся на канал. Где вы еще такое увидите? Просто где? На моем, ребят. Вы знаете, где ссылка. Обожаю свою работу. Твои ставки. Шары сверху. Выдержит. 50 на 50. Вон, смотри, их тень видно. Видишь? Вон, смотри. Блин, столько эмоций на самом деле, а мы находимся в *** машине. Просто максимально разваленный. Но сколько эмоций. В этом самый кайф, самая соль. Я так канал открыл. Но вот этот кадр, мне кажется, очень смешный. Очень праздничный, как минимум. Если не считать размеры, то околоидеальная машина для доставки шариков. Яркая, простая. Что на монтаж? Что на монтаж написано? Улыбнитесь, у нас шарики на тачке Вообще без разницы Знаешь, что на кого похоже? На этого самого, на Даника Я Даника? Да? Блин, у меня руки грязные Плачешь тогда Я рад видеть Поначалу сударя ненавидел Я под ним живу А потом с дружиной А у него окна-то туда выходят Куда-куда? Окна, у него одно окно туда выходит, а второе на задний двор Ты псих! Ты псих! Ты псих! Если вы хотите, чтобы ему из окна прям было видно Да Вот здесь вот слева Маленькая такая стоянка На нее заезжаете и прям посредине останавливаетесь Ну у него туда есть окна, да? Все, спасибо большое Поехали, быстро-быстро, ребята Чувак, ты сейчас упадешь Ну, брат, если мы дальше не поедем, я не навалю Ты че, реально? Ты реально? Ты реально? Ай! Я реально стрессанул, когда ты решил с этого бордюра светить Все происходит Все нормально, чувак? Я не могу Ты ржешь? Олег? Бро Да А можешь выглянуть из своего окошка вот в стримерской твоей? В стримерской? Не могу Да Почему? Да А ты че, припелся что ли? Да Бро, мы хотим тебе небольшой подарочек вот вручить Какой, блин, подарочек твою налево? Могу с другой стороны подъехать Со стороны, получается, Белкона, Белкона Давай к Белкону А со стримерской точно не вариант? Потому что с Белкона там... Точно не вариант Поехали на обратную точку Выглянули люди все из закона Сударь, ты нас видел? Ну нет, еще пока что я ушел с балкона холла Зайди на балкон буквально чуть-чуть и посмотри ровно вниз Ха-ха-ха-ха Чего? Что? Мы тебе шариков привезли И как тебе это поможет выздороветь? Улыбка, брат Какой пи*** Нет, я конечно знал, что Даник отбитый, но не настолько же, блин Ха-ха-ха Это пи*** с чуваки Это просто пи*** с чуваки Так Если что, я просто не с вами Ха-ха-ха-ха Я мимо шел, решил поснимать Вот он, красавчик Сверху смотрится, конечно же, жесть Просто сумасшедшие придурки, ну как же я их люблю, а? Врата, в твоей схеме что-то неправильно Думаешь? Они пытаются рассчитать так, чтобы шарики ветром отнесло ко мне Поднимайтесь, вы же легкий Шарики летят Ща, погоди, у меня есть план Ну, примерно вот такой Ха-ха-ха-ха-ха Нет, не сработало Ха-ха-ха-ха-ха Брось У нас небольшая заминка, пока погрейся Черт, что вы делаете? Блин, это пи***ц Вот тут мы встаем Начинаем тут их распутывать И они примерно до туда должны как-то долететь Что вы делаете? Я не знаю, у Никиты какой-то план мы его придерживаемся Ветер в другую сторону Да ладно? Да что за... И как это вообще возможно? Не, ну есть еще вариант с лифтом такой Ребят, короче, мы тут уже час возимся У нас не получается никак ветер то сюда, то туда Технически, как бы, сударь болеет и тоже не может выйти Так что я думаю, что давайте сделаем ему приятно и шарики ему отнесет Дэнчик Держи Или еще лифт не работает? Серьезно? На, серьезно? Работает, работает, работает Сорри, ребят, мы хотели красиво, но не получилось Мы для этого сделали все и даже больше Все, все, даже больше, мы разбудили всех соседей Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- очень приятно что ты понимал шаров было в два раза больше углу делись туда давай выздоравливай я не знаю может диману какая-то помощь нужно слушай зная масло у него всегда столько делать что ему по-любому какая-то помощь будет нужно это я я считаю что очень даже неплохо слушай чувак мы тут ролик снимаем 24 часа в машине нам нельзя выходить и мы работаем доставщиками скажи может может тебе что-то нужно куда-то доставить что-то передать кому-то что-то помню помню хорошо хорошо прямо в центре сызрани и повесь хорошо через 20 минут будем спускайся я уже еду и чувствую асфальт ну собственно ты буквально да а большая картина отлично так ну что не страшно я не обиделся не нравится его лицо времена тяжелые нынче посмотри что у него под ногой а там ничего не делала ну слушай хорошо безопасно безопасно не безопасно это вот так выходить я прошу простите меня немножечко подвести я тебя переименую в телефоне в месье дмитрий прощу прощения сейчас завалялась в карманах вот почему диман за рулем димана можешь повезти подожди что это коленка моя они вообще как бы обладают мозгом ничего необычно просто задница дима маслинка у нас на место место лобаша приятный приз а ты так правильно правильно в обуви к нам нельзя ты совсем с кайфом пришел я чувствую его задницу головой это скейтборд что там происходит вы же не видим его вообще он не падает там все давайте работать слушай можно просто вывести куда-нибудь в лес и поставить просто на угол дерева вот это кринжатина хорошего типа мы просто отвозим масленика в лес и оставляем его там название ролик ну поехали а мы торопимся да ну хочется побыстрее закопать масленику а мы же не закапываем туда можно помедлить как это звучит хочется поскорее закопать масленику ну окей хочется побыстрее отвезти его в лес масленику ой 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 что это тым ой 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 но мы похода перегрелись Тихо, тихо, ну куда ты, Даник, ты че? Ты че, братан? А что, это разве не опасно? Ну, братан, ну мы закипели просто. А че ты выскочил-то? Подожди, он вышел из тачки, он челлендж вебал. Даник, брат. Ой. Тут чуть-чуть все залило. Как тупо. Это было максимально тупо. А с другой стороны, если она закипела, пробка вылетела, вы бы никак бы это не устранили, не выходя из тачки. А Даник, ты бы видел его глаза? Я такой, ой. Он такой, что такое? Я говорю, ну там мы дымимся, а он такой, где, кто? Улетел просто пулей. Бля, ну, прохитали мы. Че, спасибо за просмотр? Не, ну это старая тачка, как бы, это ожидаемо. Тем более для ОК это вообще нормально вскипеть. У нас, возможно, просто перестал кулер работать. Она начала греться и все. Я думал, что мы закончим гораздо раньше. Ну реально, машина в таком аварийном состоянии. Мы больше 12 часов провели. На самом деле, вот кто победитель. Ты красава, ты красава, Ака. Но больше Даник в нее не сядет. Я никогда в нее не сяду. Ну что, ребят, я очень тупо вышел из машины. Но, блин, кто знал? Это у нас он автоблогер. Он мне ничего не сказал, что ничего страшного нет. Он как только остановился, я сразу... Да я не привыкший, я не привыкший. Я думаю, ну закипели, ладно, нормально как бы. А Даник такой на панике сразу. Но, ребят, показали вам все как есть. Я думаю, все равно ночью очень сложная была бы в этой машине. Мы бы замерзли. Я немного даже рад, что она сломалась и мы в итоге вышли. Обязательно подписывайтесь на Никитоса, ребят. Чувак сегодня нам очень помог. Это как минимум его машина. Вот. С вами был Даник. С вами был Никитос. Пока. До новых встреч. Еще увидимся.